И в ночь ненасмою менять несчастную, Торговку частную ты пожалей. Итак, я начинаю этот показ со вчерашнего Эстейтсейла. Хочу вам сказать, что бывает такое, наступает, я не знаю, у меня лично это впервые, но я вам могу сказать одно, что у меня вчера просто, я думаю, отказали мои мозги, и у нас была сумасшедшая жара, я спала всего 4 часа, я шла с этими жутко тяжелыми сумками, еще следила за своим сыном и пыталась что-то найти. Я думаю, все это вместе, хотя этому нет оправдания. Но я считаю, что когда человек настолько уже уставший, то, наверное, вообще не нужно ехать ни на какие Эстейтселы. Потому что то, что я вам сейчас покажу, что я вчера, я просто, я считаю, что я выкинула на ветер 118 долларов. Во-первых, я считаю, что меня обсчитали нагло. Ну, а во-вторых, я считаю, что то, что я купила, это просто жуткое барахло. И сейчас я вам начну показывать. Значит, я вам хочу вначале показать эти закрытые коробки. Я не знаю, зачем я их купила. Они были по 3 доллара каждая штука. Что сделал мой сын? Он понаходил всякой такой мелочи. И вместо того мне, чтобы мне взять свой телефон, чтобы мне открыть ebay, стоять и смотреть это на ebay, я полностью доверилась своему сыну, потому что у него тоже есть свой телефон, что он это все посмотрел и все, что мне помогает. И все, что я вытащила с сумки, мы это все купили. Заплатила я 118 долларов, как я уже, по-моему, сказала. Значит, когда я платила, потому что у меня вот так вот все было вывали на сумок, то этот человек, который это все считал, когда, знаете, очень много всего наложено, сейчас возьму свою мышку, допустим, да, вот несколько вещей, то он это делал так. Так, это 2, это 3, это 3, это я посчитал, это 2, это 3. То есть вы поняли, что произошло? Он мне посчитал одни и те же вещи по несколько раз. То есть если вы помните в конце 80-х, я не жила в начале 90-х уже в Советском Союзе вообще, то в конце 80-х были такие люди, они сидели на улицах с этими фишками, и ты под эту фишку там, я не знаю, клал там валанчик, или я не помню, как он назывался, и было вот такое вот, что ты должен угадать, где этот валанчик, что постоянно вот так вот вращались эти вещи. Итак, я начну. Значит, первое... Сейчас... Чтобы вам было видно. Ой, это и смех, и слезы, вот что это. Значит, мой муж сказал, что... Вот это называется коппер по-английски, я не знаю. Цену сейчас попытаюсь показать, подвинуть, тяжеленная штука. Так, цена была 25, видите. Значит, мой муж сказал, что вот такие... По-моему, это медь, что ли. Что вот такие медные кастрюли очень хорошо продаются. Как вы видели на моем предыдущем видео, может, если вы смотрели его, как я там на кухне стала хватать эту кастрюлю, здесь вот эта вот часть выглядит новой. Она выглядит новой. Мой муж сказал, что этот коппер очень хорошо идет, эти кастрюли. А вот эта, смотрите, что здесь, видите, вот эта щеса, она вообще идет. То есть, она была в употреблении, далеко не новая. Это называется бойлер. Забыла, как полностью имя. Что одна вставляется в эту вторую. Это что-то тут делаешь. Мой муж сказал, что такие кастрюли идут там по... Начиная от 100 до 400 долларов. И, конечно, я, человек, который никогда не покупал никакие кастрюли, без малейшего понятия и, знаете, под давлением, что все эти люди бегут и что-то хапают, то, конечно, мне тоже нужно было схватить. На ebay она продается где-то за 20. Так, это в лучшем случае. Там еще есть по 15 такие же. Мой сын мне вложил в сумку... Сейчас немного ближе сделаю видео. Мой сын мне вложил в сумку две такие фигни. Свистек. Они их оценили по 3 доллара штуку. Давайте с вами посмотрим, что это такое, потому что я без малейшего понятия. То есть я хапала. Все, что на глаза попадется, буквально так. Здесь еще вот... Это я, насколько я понимаю, на ключи одевать. Здесь написано... Свистек. Я вставлю фото, если я это найду на ebay. Я без понятия, что это. Без малейшего понятия, что это. Здесь идет какая-то инструкция. Я думаю, мне ее нужно почитать. Это что-то связано с ключами. Что-то связано с ключами. Automatic. Glassbrick. Что нужно... Можно что-то со стеклом сделать. В общем, что я вам могу сказать. Что вот такая одна штука. Новая тоже. Потому что это выглядит как новая. Как? Я не знаю, новая она или нет. Может быть, это нужно в детали посмотреть. Но на ebay одна такая продается за... По-моему, 7,99 с бесплатной отсылкой. То есть, если я свою продам за 7, минус одну эту штуку, минус все эти расходы с ebay, с paypal, плюс бесплатная отсылка, то было бы классно, если бы я вообще могла свои деньги назад вернуть. Значит, этих штуки две. Эта штука... Это какой-то digital water tester. То есть, это что-то с водой связано. Новый измерять что-то в воде. Test for water quality. То есть, насколько качественная вода. Зачем я это покупала, без малейшего понятия. Я вам сказала. Я была настолько уставшая, что я просто не отдавала отчета, что я покупала. За это я платила 4 на ebay. Оно стоит 8 с бесплатной отсылкой. Я думаю, вы там смеетесь, что у вас слезы текут. Потому что это как бы я смеялась. Но мне не смешно. И я плачу за свои 118 долларов. Значит, вот эти две штуки. Они были две. Что с ними произошло? Я тоже была без понятия. Вы видели на видео. Я думаю, как я их клала себе в сумку. Думая, что это что-то такое. Вначале мне показалось, что это был iPad Nano. Это очень маленький MP Player. Это, по-моему, тоже MP Player. Но это от компании, по-моему, SanDisk. Или... Я не вижу. Stardisk. В общем, я без понятия, сколько здесь памяти, ничего не написано. Значит, что произошло? У меня их два. Вот этот вишневого цвета и второй синего цвета. Тот, что синего цвета, он сейчас у меня уже лежит, чтобы я его фотографировала. Что с ними произошло? Значит, когда я их покупала... Знаете, что было смешного? Вот этот вот мужчина, который вел этот estate sale, блондин этот, что у него сзади хвост. Он мне сказал, this guy... Он вот это вот называет this guy. This guy is two dollars. Потом он взял синий такой и сказал, вот этот guy five dollars. So, так что получается сразу 7 долларов. Потом он берет вот эту обычную картонную коробку с магазина Macy's, которая абсолютно бесплатная, кстати, Macy's. И он ее сканирует за 6 долларов, вот эту пустую коробку. И потом он вот это вот так сюда положил. То есть, за вот эту всю фигню я заплатила, а выходит сколько? 7 плюс 6. 13, да? У меня с математикой плохо, но по-моему 13. И второй раз, когда я возвращалась к нему, чтобы он мне сказал, почему у меня 118 долларов, он мне не мог объяснить, как он это считал. Так, следующее. Вот это вот мой сын кинул мне в сумку. Это мы платили два. Что это такое? Это от компании Sony. Это батарея для их видеокамер. Насколько мне объяснил мой муж, потому что я даже была без понятия, что это. Вы вообще когда-нибудь видели такую идиотку, чтобы покупала, не зная что, но лишь бы это купить. Вот вы сейчас видите. Точнее, слышите. Потому что это я. Мой сын мне так кинул в сумку. Я думала, что мой сын. Потому что у меня с сыном был такой договор, что он будет тоже смотреть на телефоне, потому что он сказал, что он тоже хочет что-то продавать, чтобы иметь свои деньги. Он мне это кинул в сумку. Я не отдавая отчета. Все, что он мне кинул в сумку, я все это покупала. Значит, это было два. Думаю, вы уже увидели. Следующая. Думаю, вы тоже видели это на видео. Как я взяла вот эту фигню. Мульти-бенд. Что-то такое. Это называется Weather Power. Что в плохую погоду ты можешь слушать радио. Это было четыре, как видите. Я даже не знаю, без понятия, если оно работает. У меня даже, даже нет отсюда шнура. Ой, я не могу. Ой, секунду. У меня даже нет отсюда шнура. Так что я без понятия, как это даже включать. Ну, мы это купили. Значит, вот эту всю фигню я буду относить в Goodwill, потому что я не хочу это собирать у себя в доме. Я имею в виду в Second Hand сдавать. Следующая. Это вообще и смех, и слезы. Конечно, больше здесь смеха, я не знаю. Я еще так не смела. Смех вчера была вообще истерика. Когда я была дома вечером, и я показывала это мужу, я смеялась, я вообще, у меня живот болел от смеха. Значит, вот это, это такие, здесь показано, что когда ты моешь чашки, вместо того, чтобы мокрые чашки класть на полку, если, допустим, у тебя там деревянная кухня, да, чтобы не повредить эти полки водой, то ты их кладешь, это такая очень мягкая сетка, и она, что она делает, по-английски называется absorb water, что впитывает в себя влагу, вот что. Значит, они были по одному доллару штука, так, они были. и мне моя мама сказала, что в магазине доллар три, по-моему, это долларовый магазин здесь США, они продаются по одному доллару. То есть, они в магазине столько же стоят, сколько этот их оценил. Следующая, ой, мне упал кусок. Следующая, вот это вот, это наушники от компании Apple. Эти наушники я купила за за три доллара. Вот это все. Так. Следующая, это вот такая шкатулка, я думаю, вы видели на видео, я взяла. Я не знаю, это палик или нет, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Одно могу сказать, что она очень хорошо сделана. Я имею в виду качественно. Это, насколько я понимаю, что это русская шкатулка. И зачем я ее покупала, я не знаю. Абсолютно без малейшего понятия, даже без понятия, за сколько я могу ее продать на ebay. Я вам сказала, у меня отключились полностью мозги. И эта шкатулка была пять. Зачем я ее купила, я без понятия. Никаких денег, я думаю, на ней сделать не смогу. Что еще? Следующая. Я купила вот такие вот две. Это, по-моему, это настоящий хрусталь, это солонки, соль и перец и уже вон сыпется, потому что здесь есть, я не знаю, видно или нет, но здесь написано сделано West Germany, в Западной Германии. Я посмотрела, что на ebay такие продаются, вот эти две, они продаются за 25, плюс отсылка. Он мне их продал за вот эти 2, 4 доллара. И еще у меня такие же один в один, и вот эти он тоже сказал 4, значит, вот эти вот 8. следующая вот это я думаю самая самая лучшая была покупка на этом стритцеле, это я накупила вот таких свечей, есть немного использованные, есть использованные и есть совсем новые, очень хороший запах, это свеч, что ты включаешь в доме и у тебя в доме, квартире, неважно где, у тебя становится очень хороший запах в том месте где ты находишься. Значит, эти свечи они были по 50 центов каждая штука, здесь вот и голубая такая как бочонок и вот желтая такая почти полная. Сейчас эти подвину, у меня их по-моему было больше, я не знаю, он мне их насчитал 7 штук, я только вижу 6, а он мне 7 посчитал кстати, в моем чеке там 7 написано, вот такая свечка, вот такая свечка, и вот такая большая, это по-моему, да, она немного использованная, но все равно здесь ее очень много они были по 50 центов, по 50 копеек, вот это вот самое лучшее, что я купила на этом estate sale, следующая, до того, как мы зашли на estate sale, я сказала своему сыну, что я там на фото видела чернила для этого, знаете, для принтера, на котором ты печатаешь все, я ему сказала, что чернила под номером 60 XL, потому что далеко не все чернила продаются за хорошие деньги, мой сын сказал окей, что он знает, и когда я его спросила, нашел ли он чернила, он сказал, да, что они в моей сумке, и я даже не смотрела, те ли это чернила или нет, потому что я на фотоснимках больше не видела ни одни чернила, и мой сын положил мне сумку вот эти вот, это какие-то 45 чернила, дело в том, что есть очень дорогие и они продаются новые по 60 по 100 долларов, это все зависит от того, какой здесь номер, значит здесь видите наполовину вообще как отрезано, да, но никак, а так оно и есть, значит цена их была 15 15 долларов и я вначале я не поняла в смысле я не поняла что это не те чернила которые я хотела я потом пришла домой стала смотреть что какой-то 45 я сыну сказала должен быть 60 XL и упаковка совсем не так выглядит и я увидела что эти чернила один в один вот такая упаковка на ebay продается за 7.99 плюс бесплатная отсылка а я заплатила за это 15 что мне делать с этими чернилами я их сдам в секонд хенд потому что они мне не нужны следующая я думаю что это тоже одно из немногих на чем я может знать имею какую-то надежду назад вернуть свои деньги я даже не мечтаю что-то сделать сделать иными словами какой-то навар на всех этих покупках я там понаходила много таких выкраек от компании волк видите волк написано это выкрайки на какого-то плюшевого мишку и он мне этот человек кто делает этот блондин с хвостом он мне сказал что мне все эти пакеты он мне их продает за 15 долларов я согласилась я думаю что это одна из лучших моих покупок самая лучшая на этом стоит цель потому что когда видите я не знаю если это это такая или нет это не такая потому что здесь видите здесь она на куски эта выкрайка порезана то есть может я сейчас на другой покажу но когда если вы найдете такую выкройку от компании волк я имею ввиду сейчас если допустим вы найдете выкройку от компании волк это тоже одежда на каких-то кукол это женщина которая жила в доме она очень сильно любила готовить и шить судя по всем ее кастрюлям видите вот это вот она абсолютно не порезана она абсолютно целая видите значит когда вот такая целая нужно тогда на ebay в заголовке писать анкад анкад что означает целая когда пишет анкад и когда она целая то можно продать за большие деньги чем когда она уже порезана я не знаю чем это объяснить ой не упала я не знаю чем это объяснить но люди любят когда эти выкройки не порезанные окей так что если вы что-то найдете от компании волк особенно если это выкройки за 50-е годы женскими фасонами если вы найдете много то вы можете выложить целую кучку на ebay и продавать это не меньше чем за 650 да это за столько идут эти выкройки ну не вот эти не мои конечно значит я посмотрела на ebay это все от компании волк и вообще волк очень хорошо идет на ebay эти выкройки от этой компании имею ввиду я посмотрела что там есть вот такие вот похожие мне еще нужно сесть мне нужно все это вбивать в ebay выискивать за сколько каждая может продаться но они где-то продаются от 7 до по-моему самое больше я видела то что я искала вчера 20 долларов за одну такую штуку сколько штук я накупила я не знаю все что я знаю что я за все эти выкройки заплатила за всю эту кучу 15 долларов все что я знаю так что я даже не считала их тут довольно много все в основном это на куклы это знаете это для какой-то пожилой женщины которая уже на пенсии там хочешь чем-то заниматься что-то вышивать вот это вот самое оно вот это вот что-то тут какие-то эти дела тоже все это от компании Vogue я не буду вам их все показывать утомлять я не хочу я думаю что мой мозг отключился когда я там была что я стояла как какой-то там робот знаете машинально кидала себе в сумку потому что все самое хорошее было на кухне и в этом подвале в подвал почему-то я решила не идти мы пошли на второй этаж тут же мой сын бегал приносил какую-то фигню там знаете я не знаю ему 13 лет а мозги у него как у пятилетнего иногда бывают вот в общем еще за сыном надо было следить в общем вот вот это все что я могу показать потому что у меня больше ничего нет смешно я знаю смешно ну что поделаешь иногда что-то нападаешь что-то классно покупаешь иногда это но видите особенно с этой компанией с этим estate целом не все компании такие но вот эти вот я уже заметила и это не впервые что они любят делать махинации и когда я поехала к нему второй раз сейчас со своим чеком потому что они до двух были я ему сказала что вот мой чек вот эта вся фигня что я купила и у меня с чеком на 118 вот никак не выходит и знаете что он начал во-первых он мне сказал чтобы я ждала еще 6 человек которые покупали вещи но я же уже не покупала он меня поставил я стою на этом солнце у нас сегодня на солнце плюс где-то 35 по цельсии никакого не ветерка ничего я стою с тяжелыми кошелками обливаюсь потом жду всех этих 6 человек хотя это была моя очередь вот это вот то что он сделал со мной сегодня на этом и стоит цель вот это вот то что было и ко мне еще подходил сын показывал там всякую фигню я отвлекалась и потом мне сказал что да оно все совпадает но я знаю на 100% если я сейчас начну это все считать у меня здесь будет что он мне здесь накрутил где-то минимально 10 и максимально где-то я думаю долларов 35-45 он меня обманул ой мне так кто-то по ebay пишет ладно вот это вот моя сегодня была поездка за 29 июля если вы ездили на estate я надеюсь что у вас было все намного лучше чем у меня с вами я прощаюсь с вами была Саша всем пока гоните рубрички да побыстрее и в ночь не нас мою менять несчастную торговку частную ты пожалей